Взять и вернуться хоть на какое-то время в детство мечтает каждый. Но такая возможность представляется далеко не всем. Совместный проект Историко-культурного центра и двух творческих объединений Ленинского городского округа широко распахивает дверь в мир фантазерок и мечтательниц. Новая выставка раскроет многие тайны кукольного мира. Коллекционные куклы – это, как правило, фарфор чистый, бисквитный фарфор, который льют на китайских производствах. Но все эти китайские производства, они переданы из Европы. И, в общем-то, все имеют свое клеймо, свои фирмы. Ну и вот они представлены. Одна у нас полка представляет начало 19 века. Вторая полка – это Европа, европейский такой шик. И внизу у нас такая, ну как бы, разносортица. Уже вторая выставка кукол пользуется неизменной популярностью у жителей города. Когда коллекционеры приходят не только полюбоваться на собрание таких же увлеченных людей, но и подарить свои самые редкие экземпляры. Это литературные героини из различных литературных произведений, как советских, так и зарубежных. Ну, наверное, этот проект был сделан для того, чтобы привлечь сюда, ну и к чтению в том числе, население наше. А вот одна из жительниц, которая полностью собрала эту коллекцию, передала нам ее в дар. Это Ирина Сергеевна Бокина. На выставке представлены разные куклы. Рядом с уникальными барышнями, изготовленными во Франции на Корсике, стоят красивые и капризные соседки, собранные сразу из нескольких игрушек. Кто-то вот играет в песочнице, но я именно прохожу, вижу там что-то разбитое. Я все собираю, ручки, ножки, потом все склеиваю и обшиваю. Ну, кто-то думает, что это ерунда, а для нас нет. Ольга Рябова принесла в историко-культурный центр 18 кукол своей дочери. Коллекция расширялась по мере взросления ребенка. Все подаренные игрушки бережно хранились и теперь являются настоящими музейными экспонатами с уникальной историей. Люди купили квартиру и оставили вот эту куклу. Ну, она немножко была поломана тоже. И женщина принесла и говорит, я знаю, что в ваших руках эта кукла не пропадет. Говорит, мне просто жалко ее нести на помойку. Ну, и, соответственно, конечно, кукла приобрела вторую жизнь. Сейчас она отреставрирована. И вот в таком прекрасном состоянии она сегодня стоит здесь на выставке. Послушать кукольные истории и увидеть наиболее интересные экземпляры можно до конца июня. Галина Житкова, Сергей Ларин, Елена Кошлева. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова